Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. Вебинаре Директ Академии. Это один из вебинаров, которые проходят в Директ Академии каждый день. Прежде чем начать наш сегодняшний вебинар, не только вебинар, но и целый трек вебинаров, посвященный истории искусства и искусствоведения, разрешите, как всегда, рассказать о тех полезных ссылках, которые размещены в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет Директ Академия.ру, ведет на наш сайт, сайт Директ Академии. И главная его страница является страницам расписания. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, помеченный в этом расписании, вплоть до июня месяца 2019 года. Расписание у нас на год. Вторая ссылка отвечает на вопрос, будет ли вестись запись этого мероприятия и где ее посмотреть. Да, она ведется уже и запись будет помещена на наш видеоканал на ютюбе. Вот ссылка на него приведена под вторым номером. Третья ссылка ведет на наши онлайн-курсы, страницу наших онлайн-курсов «Кто, имеет необходимость подучиться, пожалуйста, к нам на обучение. Приходите, мы собрали интересных экспертов для обучения». Прежде всего, приглашаем вузы и юридических лиц, но и физических лиц тоже. Если возникнет такой интерес, приходите, если сформируется группа, мы проведем обязательно для вас курс. Ну и, наконец, последняя ссылка, четвертая, отвечает на вопрос, где приобрести сертификат за данный вебинар. Вот здесь, ну и по всем ранее посещенных вами мероприятиях, вот здесь все ссылка последняя на это указывает. Ну и, наконец, давайте я, как всегда, проанонсирую несколько вебинаров, в три вебинара, которые пройдут после нашего сегодняшнего. Сейчас я в чат дам ссылки на регистрацию в этих вебинарах. Завтра, в пятницу, у нас состоится вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, который у нас ведет трек по электронному обучению. Вебинар будет называться «Проблема выбора оптимальной технологии и ее решения в онлайн-обучении». В понедельник мой последний продуктовый вебинар от Директ Медиа. После этого начнутся мои вебинары из другого трека, из трека, посвященного электронному обучению. Так вот, этот последний вебинар называется «Библиотека Nonfiction. Электронная библиотека с пактижным комплектованием». И, наконец, 9 числа, во вторник, 9 октября, выступит Елена Локтева из Минска с вебинаром «Геймификация обучения без напряга». Очень вам советую посетить этот вебинар. Елена Локтева – замечательный специалист и очень интересный ведущий вебинаров. Ну что ж, мое вступительное слово закончилось. И я приглашаю в эфир Марину Пивень, Марину Георгину, для того, чтобы провести, начать сегодняшний трек, начать сегодняшний вебинар и провести его сегодня. Добрый день, уважаемые участники, слушатели вебинаров. Сегодня мы начинаем цикл, посвященный беседам о 10 мастерах европейского искусства. Такой отбор 10 мастеров из всей богатейшей истории изобразительного искусства, европейского, наверняка отчасти связан с субъективностью выбора, но всего лишь отчасти, потому что выбранные мастера представляют ряд крупнейших художников, чье творчество наиболее, оказалось наиболее важным и наиболее влиятельным на развитие искусства их времени и, собственно, на ход эволюции изобразительного искусства европейского в целом. Сегодняшний вебинар будет посвящен совершенно закономерно личности Леонардо да Винчи, потому что, когда мы употребляем такие термины, как гений, когда мы говорим о безграничности творческих дерзаний, когда мы говорим о многогранности личности, конечно, в первую очередь в памяти всплывает имя именно этого мастера. Леонардо да Винчи повезло родиться в эпоху Возрождения. Эта эпоха была связана в европейской культуре со многими важными вещами, которые определили, собственно, строй и образ мысли сегодняшнего дня. Это прежде всего пробуждение самосознания личности. Не случайно Якоб Бургхардт, швейцарский историк культуры, назвал это время временем открытия природы, открытия мира и человека. Собственно, что же представляло собой это открытие мира и человека? Прежде всего, для культуры Возрождения характерна гуманистическая миросознания, когда человек становится мирой всех вещей. И когда мы говорим о Возрождении, мы говорим об антропоцентризме, то есть о том, что именно образ человека расположен, находится в центре картины мира этого времени. Это учение о земном предназначении человека, при том, что главным, конечно, вектором развития культуры по-прежнему является религия, представление о божественном устройстве мира. Но человек получает в этот период гораздо большее значение. Открытие мира связано с опытным изучением природы, с наблюдением, с экспериментом. Ну и, собственно, само слово Возрождение означает интерес к культуре античности, потому что начинается эпоха в Италии, и итальянцы обращаются к культурным формам, художественным формам античности, как к идеальным образцам искусства. Соответственно, характерны для этого периода и сложение светской по своему характеру культуры. Безусловно, важнейшей чертой этого периода является вот такой, ну, беспрецедентный, собственно, прежде расцвет художественной культуры, развитие теории искусства. И, собственно, со всеми вышеперечисленными чертами культуры Возрождения так или иначе, оказывается, связано имя Леонардо да Винчи. Леонардо родился в 1452 году, то есть это время уже связано было с развитием искусства Возрождения, с развитием мировоззрения эпохи Возрождения. И, собственно, больше, наиболее, наиболее плодотворная часть его творческого наследия связано со сложением уже стилистики художественного языка Высокого Возрождения, когда в искусстве воплощен гуманистический идеал гармоничной личности, которая абсолютно свободна в познании мира и самого себя. Это искусство проникнуто верой в творческие силы человека и внеограниченности его возможностей. А сами произведения этого времени характеризуют внутреннюю гармонию и совершенство форм. Художники этого времени создают образы прекрасного, гармонически развитого, сильного и телом, и духом человека. И во многом, собственно, сложение стилистики Высокого Возрождения связано именно с творчеством Леонардо да Винчи. Леонардо родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиана около городка Винчи, который находится в Средней Италии между Флоренцией и Пизой. И около 1464 года его отец с семейством, нотариус Пьера, Пьера да Винчи, перебирается во Флоренцию. Флоренция этого времени – это колыбель искусства Ренессанса. Где-то около 1466 или, возможно, позже, в 1669 году Леонардо появляется в мастерской Андреа Дель Вероккио, который в этот период представляет одного из наиболее передовых художников. Собственно говоря, это и живописец, и художник, специализировавшийся на скульптуре разных видов. И одно из произведений мастера Андреа Дель Вероккио, которое выполнено было по традиции этих лет, собственно, с участием его учеников, с участием художников, которые работали в его мастерской. Это крещение Христа, которое хранится в галерее Уфицы по Флоренции. Собственно, мы заговорили об этой картине не случайно, потому что некоторые черты одного из ангелов, фигуры которых изображены по правую руку от Христа, существенно отличаются от манеры, в которой создана основная часть картины. Характеризуется большей мягкостью, вот такой мягкой моделировкой лика этого ангела, мягкостью проработки мягких золотых волос. И именно вот эта деталь как раз связана традиционно с творчеством Леонардо, относящимся к его периоду пребывания в мастерской Андреа Дель Вероккио. Закончила обучение Леонардо где-то в 1472 году, и в ранние годы он создает первые свои работы. Ну, сейчас мы посмотрим некоторые из этих работ. Упомянем также и о крупном заказе, который он получает в 1478 году. Это задание написать для капеллы Палаццо Веккио, для ратуши флорентийской, за престольный образ. Но история, к сожалению, не сохранила никаких свидетельств о том, что это был за заказ, что это был за замысел. И замысел этот не был полностью доведен до конца. Работа в конце концов была передана другому мастеру. Ну, собственно, даже сюжета этого предполагаемого произведения Леонардо да Винчи мы, к сожалению, не знаем. В конце тысячи уже, собственно, первые работы, которые известны, например, «Мюнхенская Мадонна с гвоздикой», показывают нам, что в целом творчество Леонардо в этот период, оно характерно для развития искусства того времени. Но в то же время совершенно очевидно, что складывается своя вот такая уникальная и неповторимая манера мастера. В ранний период творчества Леонардо создает ряд Мадонн. Это и Мадонна с гвоздикой из Мюнхенской пинокотеки. Это и, простите, сейчас мы вернемся, это и Эрмитажная Мадонна с цветком, так называемая Мадонна Бенуа. И, собственно, в конце 70-х годов он оставляет следующую запись о том, что в каком-то месяце 1478 года он начал работу над двумя образами Девы Марины. Надо сказать, что Леонардо в этот период работает много и плодотворно. К раннему периоду относится так называемое благовещение из галереи Уфица. С этой композицией не все очень просто, потому что отдельные элементы этого произведения говорят об участии вероятным в нем Леонардо, но другие выполнены в несколько иной манере. Тем не менее считается, что все-таки эта работа принадлежит к числу ранних произведений мастера. Ну, прежде всего, черты манеры Леонардо, вот такая мягкая-то работка деталей, это и вот такая дымка, которая заволакивает элементы пейзажа в дальнем плане, характерны именно для складывающейся манеры Леонардо. Ну, фрагменты можно будет посмотреть в презентации, потому что она будет доступна, доступна для, собственно, скачивания, более подробного изучения. К вот этому раннему флорентийскому периоду творчества Леонардо относится и создание портрета, женского портрета, представляющего Дженевра де Бенчи. Дженевра де Бенчи в 1474 году, собственно, как известно, вышла замуж за флорентийца Луиджи Николини и создан был портрет, хранящийся ныне в собрании Национальной галереи Вашингтона. На слайде, который вы видите, представлена слева картина в том виде, в котором она сохранилась на сегодняшний день, то есть почти в квадратной форме. Но для флорентийского портрета этого времени, собственно, такой формат нетипичен. И самое главное, что еще, собственно, мы можем отметить, что на обороте этой картины изображена геральдическая вот такая, ну это даже не геральдическая, а это вот такая эмблематическая символика. В частности, переплетенные побеги, пальмы, лавра и веточка можжевельника в центре. Мы видим, что эмблема существенно срезана в нижней части. И, собственно, это тоже дает нам повод полагать, что картина была обрезана. И на самом деле в композиции Леонардо, на самом деле это был вот такой, собственно, практически поясной портрет. И, вероятно, композиция включала и руки модели. Собственно, справа на слайде представлена картина в реконструированном виде. Реконструкция выполнена специалистами Национальной галереи Вашингтона. И, соответственно, мы видим, как могли располагаться руки Дженевры Дебенча. В основе этой реконструкции вот такая студия, студия женских рук, которая, очевидно, как раз выполнялась в то время, когда происходила работа над портретом Дженевры Дебенча. Ну и, собственно, когда мы говорим о важности появления такого элемента в портрете, как руки изображаемого человека, конечно, мы вспомним и о появившемся где-то во второй половине 70-х годов, около 1476 года, скульптурном портрете, вышедшим из мастерской Андреа Дель Вероккио, то есть круга как раз близкого к художественному отношению развитию Леонардо Дебенча. И, соответственно, вот эти работы, они во многом образным строем, характером композиционного решения, они во многом перекликаются. Ну, собственно, портрет Дженевры Дебенча, он достаточно интересен своей композицией, поскольку женщина молодая изображена на фоне вот такого занимающего центр, центральное положение в среднем плане куста можжевельника. Собственно, можжевельник выполняет здесь двоякую роль. Это эмблематическое растение, очевидно, потому что имеется в виду имя женское, Дженевра. Это имя перекликается с итальянским произнесением названия можжевельника, которое в разных вариантах языковых оттенков варьируется в разных диалектах от Дженепра до, собственно, полного совпадения с именем Дженевра. И таким образом перекличка с именем дает вот то самое основание для включения этого изображения в портрет. Но можжевельник – это растение, наделенное вот таким аллегорическим смыслом. И этот смысл, собственно, целомудрие. Таким образом, мы видим, что символика портрета, она связана не только с именем девушки, но и с ее качествами, как вот такой добродетельной жены. Надо сказать, что интерес, безусловно, представляет и роспись оборотной стороны портрета Дженевра де Бенча, потому что, помимо вот этих символических растений, часть из них, опять-таки, связана с целомудрием. Это, прежде всего, повтор мотива можжевельника, веточка можжевельника изображена в центре. Ну и, конечно, девиз, который написан на развернутой бандероле. Красота упрошает добродетель, так переводится с латыни этот девиз, virtuam forma decora. И надо сказать, что исследование с помощью техники и технологических экспертиз выявило следующую историю, что первоначально на этом портрете был другой девиз. Honor et virtus, который принадлежал собственно это девиз, который принадлежал венецианскому дипломату Бернарда Бенбо, который сочинял поэтические произведения, чем собственно вошел в историю прежде всего. Ну и соответственно Лавр появляется здесь не случайно. Дело в том, что Дженевра де Бенче была вот такого рода платонической возлюбленной Бернарда Бенбо и возможно веточка Лавра и намекает как раз на этот факт. ну и собственно вот этот интересный интересный первый вариант оформления оформления доски он тоже вызывает множество вопросов. Есть существует версия, что именно именно Бенбо был заказчиком этого портрета. Возможно первоначальный вариант вот этого девиза и эмблематики был выполнен еще в Венеции и значит работу Бенбо привез с собой и впоследствии именно по этой на этой доске собственно был создан портрет Дженевра де Бенче и таким образом вероятно, что это не вот такой супружеский портрет, свадебный портрет, а собственно заключение брака как раз брачный союз становился одним из важнейших поводов к заказу портрета. Но так или иначе собственно это гипотезические версии кто именно выступил заказчиком портрета Дженевра де Бенче наверняка мы не знаем. Ну и детали этой картины опять-таки показывают нам то, как развивается манера Леонардо. В частности это мягкость в передаче света тени на лице и опять-таки манера проработки волос чрезвычайно характерная для него. Ну и конечно пейзаж на фоне которого представлена фигура девушки. Пейзаж который ну буквально тает по мере удаления от глаза зрителя. Вот такая дымка постепенная очень верная и точная передача атмосферы вот этого воздушного слоя который разделяет зрителя и изображаемый объект это наблюдения которые впоследствии собственно будут развиты в творчестве Леонардо. Важную роль в становлении Леонардо как творческой личности и собственно в развитии искусства возрождения этот город чрезвычайно важен это Милан город расположенный на севере Италии и в этот период Милан представляет собой одно из наиболее могущественных государств Италия напомню в этот период не являлась едином централизованным государством а являла собой множество отдельных государств с разной формой управления монархического коммунального республиканского и в 1482 году Леонардо да Винчи обращается к герцогу миланскому Лодовико Мора который собственно в этот период который выполняет фактически функции правителя Милана в этот период хотя ну вот официально правителем считался Джангале Ацисфорца но в связи с его ранним возрастом малолетнее с его малолетством образы правления сосредоточены в своих руках Лодовико Спорца и прошу извини за пропущенную одну букву собственно в презентации да конечно имя Спорца известный по своему прозвищу Лодовико Мора ну само прозвище Лодовико Мора оно тоже чрезвычайно интересно потому что с одной стороны его связывают с такой смуглостью кожи этого персонажа а с другой стороны с латинским словом Морус которое собственно является латинской версией названия одной из версий латинских названия дерево шелковица ну о шелковице собственно мы чуть позже еще поговорим а сейчас обратимся к собственно к письму самому письму Леонардо потому что оно чрезвычайно интересно дело в том что Леонардо рекомендует себя в этом письме обращаясь к герцогу как военного инженера как архитектора как мастера связанного с изобретением разного рода артиллерийских технических устройств как мастер который умеет строить мосты и собственно письмо содержит порядка девяти пунктов и лишь в самом конце он пишет также о том что если это необходимо то он может и собственно писать картины с которыми с его картинами собственно опять-таки мало кто может сравнить и действительно по прибытии в Милан Леонардо был зачислен в коллегию коллегию инженера он проявил себя в Милане с самых разных сторон как военный инженер как архитектор как гидротехник конечно в том числе и как скульптор и как живописец ну в числе своих умений и в числе возможных проектов которые он может осуществить в Милане он упоминает и создание создание конного памятника для творцов этого времени нет ничего невозможного и собственно сам принцип конного памятника он уже к этому времени был воплощен неоднократно в искусстве возрождения но замысел Леонардо собственно превосходил все остальное все что существовало до него поскольку высота конной статуи задумывалась порядка семи метров и надо сказать что частично свое обязательство создать вот такой конный памятник детства гусфорца Леонардо выполнил в 1493 году была во время исторического события по случаю бракосочетания племянницы Мора Марии Бьянки с императором Максимилианом была выставлена глиняная модель этого этой скульптуры но к сожалению собственно в дальнейшем отливки в бронзу по этой модели не произошло а сама модель погибла при вторжении в Милан французских войск несколько слов о миланском периоде что собственно Леонардо создает в это время во-первых он продолжает конечно же писать портреты так он создает портрет который именуется традиционно дамы с горностаями предположительно это портрет возлюбленной Ладовика Мора Чичилии Галерани женщина в руках у вот этой прекрасной дамы которую изображает Леонардо очень непосредственно модель ее лицо не повернуто непосредственно в фаз на нас к зрителю да показывает он ее с таким легким поворотом головы что придает изображению непосредственно в руках дамы зверек горностай ну связывают в первую очередь опять-таки с эмблематикой самого Ладовика Сфорца горностай входил в число его геродических знаков но не следует забывать и о том что белый горностай в эпоху возрождения это еще и опять-таки символ чистоты и добродетельности поэтому зверек здесь тоже получает вот такое двойное символическое значение как и в других портретах Леонардо особое внимание уделяет вот таким чрезвычайно изящным рукам своей модели в этот же период создан ряд работ которые так или иначе тоже связаны с мастерской Леонардо надо сказать что многие атрибуции то есть доподлинное вот такое установленное авторство работ Леонардо оно в общем-то связано с небольшим количеством работ многие работы на самом деле считаются полемичными именно в плане атрибуции но так или иначе манера в которой написаны многие портреты в том числе вот такая ла белла ла белла фероньера женский еще один портрет голова женщины украшена характерным для модным в этот период убором так называемой феронеркой ну вот такой можно сказать шнурок да который в центре на лбу девушки украшение так или иначе некоторые особенности манеры в которой создан этот портрет также позволяют говорить о том что если и не полностью кисти самого мастера она принадлежит то по крайней мере точно абсолютно связано с его мастерской к этому же миланскому периоду считается принадлежит и эрмитажная мадонна листа которая представляет тоже вот такой вариант зрелой работы мастера когда уже оформились характерные особенности его манеры и опять-таки мы видим здесь и образ вот такой идеализированный композиция картины уравновешена гармонично использование красок ну и конечно же та самая светотеневая моделировка которая у Леонардо приобретает особое значение в этот же период Леонардо пишет композицию которая называется традиционно либо мадонна в гроте либо мадонна в скалах собственно говоря известны две композиции на один и тот же сюжет чрезвычайно близкие по композиции и по деталям это первая работа которая хранится в Лувре и вторая композиция которая хранится в национальной галерее Лондона известно что заказ был сделан братством непорочного зачатия для церкви Сан-Франческо в Милане и первый вариант делался дольше чем того хотели бы заказчики а также они оказались недовольными рядом собственно вещей в готовой работе ну и это объясняет собственно появление второй версии композиции считается что первая это лужская картина тогда как Мадонна в гроте из национальной галереи Лондона выполнена чуть позже что собственно чрезвычайно важно в этой работе важно что художник развивает традиции картины Кватрачента и изображает Мадонну и фигуры младенца младенца Иоанна Крестителя и ангела которые окружают ее располагает не на троне располагает не на фоне пейзажа а помещает фигуру в естественную природную среду во втором варианте изменены некоторые детали так в частности исчез характерный указующий жест ангела несколько изменилось колористическое решение ну и появился крест у младенца Иоанна Крестителя характерный атрибут который позволяет нам понять что изображено картины написаны красками более менее яркими более естественными и что опять-таки чрезвычайно важно мастеру удалось передать вот ту самую особенность атмосферы такую влажную влажность воздуха в гроте где нашли приют Мадонна и Мадонна с младенцем ангел и Иоанн Креститель надо сказать что эта композиция оказала чрезвычайно большое влияние на характер развития алтарного образа в лондонской национальной галерее хранятся две вот такие створки две части алтаря которые связаны очевидно со второй версией его с лондонской версией в изображении музицирующих ангелов присутствуют черты характерные для манеры Леонардо но очевидно выполнены они все же учениками мастера и традиционно связывают лондонских ангелов с работами братьев Де Кредис ну обозначим что собственно важного в этой композиции Мадонна в гроте это естественность пол с персонажей еще раз повторю что Мадонна ну вот так сидит опустившись на землю а не в таком торжественном предстоянии перед зрителем как это было характерно для алкарной картины сама композиция имеет характер вот такой пирамиды пирамидального объема вот если мы посмотрим в целом на группу да то мы увидим что вот собственно вот эта пирамида такая такое коническое собственно решение композиции пирамидальное тяготеющее к геометрическому построению за фигурами пространства организуется как вот такая полукруглая апсида и перекликается форма вот этих камней этого грота Мадонны с полукруглым верхом доски с полукруглым завершением алтарного образа и самое важное это светотень светотень больше передает не не столько выявляет даже объем сколько сосредоточено на передаче атмосферы то есть эффект воздушной перспективы когда контуры предметов вырисовываются в зависимости от плотности разделяющей зрителя и изображенный предмет атмосферы ну так же как человеческая оптика такова что когда мы видим предметы значительно удаленные от нас на значительно удаленном от нас расстоянии во-первых мы видим их в меньшем размере и во-вторых теряется интенсивность их цветовой окраски и собственно говоря вот если эффект линейной перспективы был уже разработан собственно в картиннике Локраченко до Леонардо то воздушная разработка воздушной перспективы связана как раз с его именем и в дальнейшем в дальнейшем собственно это будет в его поздних работах особенно заметно ну так по мнению искусствоведов крупнейших специалистов по творчеству мастера именно у Леонардо светотень впервые становится способом визуализации воздушной среды которая приобретает свою окраску приобретает свой цвет приобретает плотность и материальность работая в Милане мастер выполняет важнейший 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 заказ связанный с связанный с уже монументальной живописью это роспись трапезной в монастыре Санта-Мария де Леграция в Милане где Леонардо собственно пишет сцену в тайной вечере это образец композиции образец ренессансной композиции где четко выделен центр это фигура Иисуса Христа но помимо вот этих вот этого пространственного решения которое абсолютно характеризует вот такой новый этап собственно в развитии живописи ренессанса помимо пространственного построения помимо композиционного построения чрезвычайно важна здесь и психология персонажей потому что мы видим апостолов изображенных в момент после произнесения вот таких важнейших слов в евангельских в этот момент один из вас вскоре придаст меня мы видим реакцию учеников Христа на его слова они словно отшатываются от Христа пораженные вот сообщенные им вестью и вот этот характер разнообразия их реакции эмоциональной жестовой выдает Леонардо мастера глубочайших наблюдений ну и опять-таки к сожалению фреска дошла до нас в весьма изувеченным временем обстоятельствами виде так выглядит собственно зал в котором она располагалась в свое время опять-таки в момент когда в трапезную в трапезной монастыря стояли французские войска в общем-то они без какого-то пиетета относились к росписям помещения устраивали там конюшню но надо сказать что не только собственно считается что вот эти вредные воздействия обусловили плохую сохранность фрески но еще и часто вот эти какие-то неуспехи в плане техники связаны были с огромным морем экспериментов в том числе касающихся техники живописи у Леонардо но тем не менее конечно в некотором смысле дает представление копии сделанные уже в более позднее время но еще собственно до того как скажем настоящее 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 изображение оригинал был изменен собственно вот появлением там еще и такого арочной формы портала так вот в этой композиции мы можем увидеть как предположительно собственно выглядела фреска до того как с ней произошли вот эти печальные изменения из таких важных работ монументальной живописи отметим также росписи в замке миланских правителей в Костелло Сварческо это так называемое зало де ле ассе которую Леонардо очевидно спроектировал собственно эту роспись но выполнялась она опять-таки скорее всего и значительном участии его учеников роспись имитирует вот такую беседку увитую зеленью и собственно важным мотивом который мы здесь видим становится мотив шелкловица то есть вот это опять-таки в ветве дерева вплетены щиты с девизами с героидическими знаками лодовика мора и таким образом собственно снова мы сталкиваемся с вот такой с таким проявлением использования растительной символики при важных заказах ну к сожалению конечно время не позволяет нам говорить много о скульптурных работах Леонардо помимо первоначального вот этого замысла по созданию монумента семиметрового памятника конного Герцегусфорца в дальнейшем уже в поздний период во второй миланский период когда Леонардо в 1500 уже в 1506 году будет приглашен приглашен французским наместником и второй раз отправиться в Милан он будет также выполнять вот такой эскиз снова будет волновать его тема тема памяти тема конного монумента а мы с вами поговорим еще об еще одной работе монументального характера это фреска которая была заказана Леонардо после того как он собственно уехал из Милана дело в том что военные действия которые связаны были в этот период самые итальянские войны между европейскими державами за обладание собственно рядом итальянских территорий привели к тому что французские войска на рубеже 15-16 веков занимают Милан и Леонардо уезжает собственно от двора сфорца который был местом его творческого развития и приезжает снова во Флоренцию там для городского Флорентийского городского совета для сеньории для в частности для вот такого чрезвычайно важного зала правительственного назначения для большого совета была заказана батальная композиция собственно говоря 200 мы должны были представлять две монументальные росписи одна из них связана с битвой Ангиарри Леонардо а вторая была поручена Микеланджело Буонаротти это битва при Кашине собственно ни одна из этих работ монументальных воплощена в жизни не была но Леонардо да Винчи собственно создает вот такое повествование грандиозное по мотивам произошедшей в 1440 году битве при Ангиаре битва происходила между флорентийцами и миланскими войсками и собственно для флорентийской истории это был один из триумфов собственно Флоренции Флорентийской республики один из эпизодов представлял представляет собственно битву за знамо и именно этот эпизод Леонардо и выбрал для своей фрески как известно собственно сама фреска была начата но не была закончена исторические свидетельства говорят нам о том что как раз Леонардо что-то не угадал с техникой что собственно роспись которая им осуществлялась на стене каким-то образом не была не была успешна но тем не менее сохранились несколько несколько копий сохранились несколько копий в том числе выполненных Питером Паулем Рубинсом и мы благодаря им можем как раз увидеть что это было за произведение собственно говоря для метода Леонардо чрезвычайно важно было наблюдение чрезвычайно важно было и вот такое использование наблюдений натурных и когда мы говорим собственно о методе Леонардо мы прежде всего отмечаем именно вот это качество качество вот такого живого наблюдения естественности это касается и наблюдений эмоциональных реакций так например сохранился ряд подготовительных работ ряд набросков которые представляют нам вот такие студии штудии голов в которых мы видим как Леонардо стремится передать эмоции собственно говоря Леонардо наблюдатель оставил нам множество записок в том числе сделанных им по поводу эмоциональных выражений на лице человека так он например обратил внимание на то что очень похоже лицо плачущего человека и лицо смеющегося человека отличается лишь некоторыми особенностями в частности положением бровей ну что еще собственно мы должны сказать именно о живописи Леонардо прежде всего к зрелый его период им выработана вот такая манера живописная которая получила название сумато что означает затуманенный или дымчатый соответственно связан именно этот метод связан был с передачей вот таких такой неуловимости очертаний предметов если для развитого квадрачента характерны вот такие четкие контуры изображения для Леонардо напротив мягкость моделировки неуловимость предметных очертаний ощущение свето-воздушной среды опять-таки все это связано с тональной разработкой тональной живописи с богатством и тонкостью градаций постепенных переходов светотени ну и конечно когда мы говорим собственно о вот этом вот этом методе живописной живописной работы то безусловно мы вспомним один из важнейших портретов портрет который собственно уже принадлежит высокому возрождению что абсолютно безусловно это женский портрет известный как Мона Лиза на самом деле существовали существовали споры относительно того кто кто является моделью для Моны Лизы но тем не менее высказывались версии и что это в частности исследователь легентуры предполагал что это портрет Берцогини Констанции до волос более позднее время Карло Педретти выдвинул гипотезу что это вдова Джованни Антонио Бранданова имени Пачифика которая была связана вот такими романтическими отношениями с Джулианом Медичем но тем не менее все таки большинство исследователей сходится на том что это портрет Лизы Герардини супруги вот такого флорентийского флорентийского торговца Франческо дель Джоконда и соответственно мы видим что Леонардо представляет нам человека в этой картине абсолютно универсальным образом если в классическом таком портрете квадрченкистском мы всегда обращаем внимание на характер одежды на какие-то вот такие детали которые позволяют нам четко конкретизировать кому принадлежит портрет какому социальному слою собственно принадлежит модель то здесь прежде всего обращается на себя внимание именно универсальность образа и Леонардо пишет собственно говоря человека в центре мироздания на фоне природы хотя пейзаж здесь тоже достаточно условен и даже фантастичен но человека который находится в вот такой абсолютной гармонии с собой и с миром и вот это такая беглость чувства живое живая реакция которую удалось схватить Леонардо и является главным достоинством собственно этой композиции и вот эта неуловимость эмоциональная неуловимость связанная с трактовкой моделировкой черт лица все это результат во многом как раз применение живописной манеры сфумата надо сказать что ну здесь собственно вы видите одну из копий сделанных с работы Леонардо копия очевидно выполнена его учениками Леонардо занимали проблему света и тени проблемы передачи воздуха Леонардо занимали проблему передачи эмоций занимали его проблему передачи движений так в частности в одной из поздних работ в композиции представляющей нам Мадонну со святой Анной и с младенцем мы видим разнонаправленные движения сложные движения сложная композиция где Мадонна усажена мастером на колени к своей матери к святой Анне Мадонна тянется к младенцу который в свою очередь пытается взобраться на ягненка ну и собственно говоря несколько слов о методах работы Леонардо несколько этапов включала работа над живописными произведениями так в частности сначала рождался замысел который Леонардо часто отражает в своих записных книжках ну вот время к сожалению времени у нас очень мало я постараюсь успеть хотя бы несколько слов сказать об этих книжках тоже то есть часто он начинает со словесных описаний замысла с вот той самой придумки затем начинаются работы по созданию продумыванию композиции так в частности в галерее академии в Венеции мы видим как раз как рождается этот замысл замысел композиции из трех фигур в дальнейшем когда контуры композиции уже намечены Леонардо начинает работать начинает подготовить студии делающиеся с натуры а это чрезвычайно важно именно связь с натурой потому что главным учителем для художника по мнению Леонардо является природа и именно с натурой связана и связана собственно и реалистичность его манера соответственно тщательно детально с натуры прорабатывает каждой каждую деталь ну и еще несколько слов скажем как раз о характере тени собственно говоря именно Леонардо и обращает во многом внимание художников на проблемы тени на темного фона на проблемы света и тени как контраста ну одна из виднейших искусствоведов отечественной веры даже сказала собственно следующее Леонардо что в сферу его интересов как живописца попадают философия и математика ботаника и биология оптика и анатомия ну вот чрезвычайно важно как раз именно что именно Леонардо впервые осознает характер тени он много пишет о тени и надо сказать что существует текст который традиционно называется книга живописи Леонардо да Винчи но мы должны сказать что на самом деле записки Леонардо никогда не были единым каким-то целостным трактатом то есть это отдельные созданные в разное время записи которые характеризуют движение его мысли по тому или иному поводу по той или иной теме существует несколько вот этих записных книжек Леонардо которые хранятся в разных местах и уже в 16 веке после его смерти собственно его ученики частично собрали вот те самые высказывания касающиеся именно работы живописца и ну скомпилировали вот тот самый текст который называется сегодня книга о живописи Леонардо хотя Леонардо часто ставит загадки исследовать его наследие ссылаясь собственно в своих писаниях на книгу как на готовый текст связанный текст который собственно на самом деле неизвестен и вот он очень много пишет именно о тени собственно о свете и тени целая глава получилась в трактате о живописи ну и конечно говоря о работе Леонардо мы отметим важность рисунка в подготовительных работах его так еще с мастерской Андреа Вероттио он практикует собственно вот такие рисунки не совсем традиционные то есть рисунки не на бумаге не на картоне а на загрутонтованном холсте и рисунки кистью в частности уже в мастерской в Европе практиковалась в качестве такого элемента обучения такая история когда художники ученики писали драпировки смоченные в каком-то таком фиксирующем растворе в гипсе и соответственно вот эти драпировки писались именно так именно на загрунтованных холстах и соответственно вот это внимание к проблемам света и тени к проблемам к естественности они чрезвычайно в творчестве Леонардо важны огромная значительность огромная часть его рисунков представляют ботанические рисунки которые впервые появляются в 80-е годы но особенно многое их собственно уже в более поздний период это и например вот такой интересный рисунок представляющий нам стебель с цветами лилии очевидно это студия для сюжета связанного с благовещением кратенько посмотрим в общем-то вот эти рисунки которые связаны именно с ботанической тематикой их достаточно много чрезвычайно интересовала Леонардо и анатомия собственно говоря он изучал анатомию человека и животных изучал ее весьма пристально причем изучал не только строение человеческого организма не только строение тканей скелета но его чрезвычайно волновала и физиология то есть как работают те или иные органы как вообще в целом действует человеческий организм именно как естество испытателя собственно и мы видим также его анатомические собственно рисунки связанные с таким действительно чрезвычайно глубоким погружением в изучение анатомии ну и конечно изучение человека связано было и с разработкой теории пропорций собственно рисунок литовианского человека тоже нам об этом говорит ну вот чрезвычайно один из чрезвычайно интересных рисунков где мы видим разных животных но леонардо здесь оставил нам и такую можно сказать улыбку да потому что в число чрезвычайно реалистично очевидно с натуры изображенных животных попал и маленький дракончик мифическое существо ну вот на самом деле леонардо много путешествия по городу бывая на рынках посещая битвы кулачных бойцов постоянно обращал внимание на характер движений на характер мимики ряд его рисунков представляет так называемые гротескные головы которые опять-таки созданы с натуры но подвергнуты вот такому подчеркнутому утрированию отдельных черт так называемые карикатуры и безусловно ряд рисунков из записных книжек леонардо это его проекты касающиеся артиллерии например вот такой гигантский арбалет касающиеся каких-то приспособлений изобретений предназначенных для разных для разных сфер человеческой жизни вот эта страница атлантического кодекса так называемого представляет некую конструкцию очевидно связанную с театральными постановками когда Леонардо жил в Милане то ему приходилось много работать и как человеку обеспечивающему декорации предвторных театральных постановок и известно что в частности Леонардо выполнил для одного из праздниц задуманных Лодовика Мора так называемый рай Дель Парадизо в котором который использовался во время постановки театральной где были подвижные конструкции соответственно вот этот рисунок представляет очевидно такую самоходную платформу с пятью с пятью колесами значит четыре боковых и пятое рулевое и возможно собственно как раз во время таких публичных празднеств такая платформа могла проезжать использоваться для того чтобы на ней проезжали какие-то актеры персонажи представляющие основных действующих лиц к 1505 году относится так называемый кодекс о полете птиц который содержит указания что Леонард замышлял совершить полет для этого собственно он тщательно продумывает конструкцию летательного аппарата называет он собственно этот аппарат не иначе как птица и для того чтобы такую конструкцию придумать а действительно сам хотел собственно испробовать на себе ощущение полета планировал совершить это около Фьезоля с горы Лебедя спланировать с специально спроектированными им крыльями ну вот собственно эта страница так называемого кодекса о полете птиц показывает нам что для создания такого проекта он тщательно изучал как раз механику работы крыльев реальной птицы Леонардо был и картографом некоторое время он подвязался в качестве спутника герцога Борджа и вот при Борджа он выполнял как раз прежде всего именно картографические чертежи таким образом мы видим что Леонардо на самом деле представляет чрезвычайно чрезвычайно разностороннюю личность разностороннюю наверное это даже слишком мягко сказано потому что Леонардо выступает и как теоретик искусства как мы видим он дает в своих писаниях рекомендации словно бы самому себе но конечно любым живописцам которые приступают к этому виду творчества он фиксирует вот такие важнейшие наблюдения он фиксирует в частности даже на каких деревьях в каких местностях и в каком месте на ветвях дерева раньше начинают желтеть листья осенью то есть это взгляд естество испытателя безусловно чрезвычайно пристальный чрезвычайно острый ну конечно невозможно в рамках одной беседы полностью рассказать о деятельности Леонардо мы отметим только что собственно в науке и инженерном деле он много общался с живя в Милане с математиками с инженерами с философами и теоретически экспериментально разработал ряд научных проблем его интересовали вопросы сопротивления материалов и в этом отношении он явился собственно таким предшественником Галилео Галилея его интересовали законы гидростатики его интересовали также и астрономические наблюдения ну он говорит о том что были задуманы им особые трактаты о трещинах в стенах и о средствах предотвращения их он изобретал машины для придения и скручивания шелковых нитей для обработки сукна проекты каналов и собственно способы укрепления берегов один из его рисунков представляет ну вот такую перчатку из ткани в виде растопыренной руки для плавания в море напоминает она визуально лапу водоплавающих птиц напоминает ласта летательный аппарат о котором уже упоминали на основе крыльев он делает чрезвычайно важные наблюдения такого физического характера характера связанного с жизнью природы так например в Атлантическом кодексе есть запись где не живет пламя не живет животное которое дышит то есть речь идет о том что Леонардо понял что для горения необходимо что-то в воздухе необходим соответственно кислород в 1643 году уже после смерти Леонардо само собой доминиканец Арканати составил из фрагментов текстов Леонардо трактат о движении и измерении воды собственно как гидротехника вода тоже его чрезвычайно интересовала в сравнительной анатомии его интересовало строение и функционирование внутренних органов во Флоренции живя он работал в госпитале Санта-Мария-Ново и вот эти штудии анатомические на мертвых телах собственно обогащали чрезвычайно его практику как живописца что касается рукописи Леонардо то еще раз повторю отсутствуют какие-то законченные систематические труды но Леонардо всегда носил при себе на поясе книжечку в которую собственно записывал все что его интересовало и вот эти записные книжки они своеобразный такой автопортрет личности Леонардо особенности его творческого мышления когда мы видим на одной странице какой-то набросок чертежа какого-то технического приспособления механического рядом запись касающаяся как раз работы живописца либо просто какие-то мысли которые его интересуют мы понимаем что просто это вот такой был творческий день мастера все что ему приходило в голову он фиксировал в своих книжках причем часто он неоднократно повторяет одну и ту же мысль дорабатывая ее прорабатывая в деталях и соответственно исследователи сопоставляют сопоставляют такой творческий метод с темой и вариациями в музыке надо сказать что писал Леонардо так же особым образом для того чтобы расшифровать его записи необходимо подносить их в зеркало то есть это такой метод способствующий тайм записи запись которая соответственно помогает ну как-то защитить записи от глаз непосвященных ну и что еще мы можем сказать что Леонардо было литератором он оставил ряд вот таких коротких коротких изречений весьма своеобразных текстов которые выглядят как загадки тексты которые выглядят как пророчества ну в целом действительно Леонардо являет собой вот такую личность титанического масштаба и абсолютно универсальных возможностей абсолютно универсальных знаний универсальных умений ну поскольку наш вебинар ограничен во времени хотелось конечно сказать еще много о чем в общем я надеюсь что будет когда-то еще возможность эту тему продолжить спасибо всем за внимание уважаемые коллеги давайте поблагодарим Марину Георгиевну за интересный вебинар вас я благодарю за то что вы сегодня присутствовали и внимательно слушали я хотел бы пригласить вас на следующий вебинар Марина Георгиевна который состоится в конце в конце октября сейчас я приведу его название и ссылку на регистрацию и предлагаю вам прямо сейчас зарегистрироваться чтобы не откладывать в долгий ящик следующий вебинар будет посвящен Рафаэлю и видимо будет так же интересно приходите всегда рады вас видеть в Директ Академии ну что ж коллеги до нового вебинара приходите в Директ Академию будет интересно мы проводим вебинары каждый рабочий день всего доброго до новых встреч на новых вебинарах всего доброго до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...